Человек, равнодушный к своему языку, дикарь. Он вредоносен по самой сути, потому что его безразличие к языку объясняется полнейшим безразличием к прошлому и будущему своего народа. По отношению каждого человека к своему языку можно совершенно точно судить не только о культурном уровне, но и его гражданской ценности. Истинная любовь к стране немыслима без любви к своему языку. Русский язык открывается до конца в своих поистине волшебных свойствах и богатстве лишь тому, кто кровно любит и знает до косточки и чувствует сокровенную прелесть нашей земли. Все эти слова принадлежат Константину Георгиевичу Паустовскому, писателю, в чьем творчестве навеки запечатлена любовь к родной природе, в том числе к природе Мещерской земли. Он умел видеть поэзию во всем, что окружало его, и видел поэзию в самих русских словах, которые он как-то назвал драгоценными камнями, излучающими таинственный блеск. С вами программа «Русская культура. Истории О». Здравствуйте! В 2011 году в нашей стране учрежден новый государственный праздник – День русского языка. Его не случайно решили праздновать 6 июня, в день рождения Александра Сергеевича Пушкина. Именно Пушкин негласно считается создателем русского литературного языка. Именно с его творчества берет начало так называемый «золотой век» в русской литературе. Евгений Онегин получает среди литературы ведов звание энциклопедии «Русской жизни». А вот одним из последних представителей века «золотого», который сменится серебряным в начале XX века, считают Якова Петровича Полонского. В стенах Рязанского государственного университета имени Сергея Есенина регулярно проходят конференции, посвященные личности и творчеству поэта. Наша конференция называется «Яков Петрович Полонский. Личность. Творчество. Эпоха». То есть творчество Полонского мы рассматриваем в контексте эпохи культурной, духовной, литературной, конечно, эпохи. То есть вот именно как представитель своей эпохи он нам интересен. Ну а взгляд на него, конечно, из уже XXI века. Это взгляд современного человека. В свое время Полонский был даже популярнее самого Пушкина. Но впоследствии его творчество немного забыли. И сегодня при упоминании имени Якова Петровича в лучшем случае вспоминаются строки «Мой костер в тумане светит». Можно услышать порой, что золотая голова Есенина заслонила фигуру Полонского, что Якову Петровичу не отданы заслуженные им почести, нет памятника, посвященного ему, нет музея Якова Петровича в Рязани, еще не издано полное собрание его сочинений. То есть все, что теперь уже есть у Усябья Александровича Есенина вместе с всемирной славой. Но сегодня, я думаю, мы переживаем настоящий момент истины. Очень важный, переломный момент. Ведь до сих пор на наших научных конференциях можно было услышать доклады, связанные с именем Полонского, но только в том случае, когда он оказывался в орбите какого-либо другого крупного современника. Толстой и Полонский, Тургенев и Полонский, Фетт и Полонский. А если мы посмотрим на программу этой конференции, мы увидим, что Яков Петрович наконец-то заслуженно переместился в центр, и можно сказать даже в эпицентр художественной и общественно-политической жизни своей эпохи. Ну, а если говорить о пересечениях между Полонским и Есениным, то их, конечно же, немало. Последний пушкиньянец, Яков Петрович Полонский, завершает золотой век русской поэзии. Сергей Александрович Есенин творит в эпилоге Серебряного века. Между ними есть вполне очевидный, но чаще скрытый диалог. Мой костер в тумане светит, искры гаснут на лету. Ночью нас никто не встретит, мы простимся на мосту. Стихи Полонского довольно часто становились источником вдохновения для композиторов. Внук Якова Петровича провел настоящую исследовательскую работу, чтобы объединить в одном письменном источнике все романсы на стихи рязанского поэта. Эти записи хранятся в музее-заповеднике «Рязанский Кремль», как и другие личные вещи Полонского. Подробнее об этом расскажет Ирина Кусова. Коллекция, посвященная Якову Петровичу Полонскому, начала формироваться еще в XIX веке, то есть при жизни поэта. Это как раз те предметы, которые Яков Петрович передавал сам в музей. В частности, вот эту золотую пушкинскую медаль, которую ему вручила Академия наук, он передал практически за несколько месяцев до своей смерти. Он ее получил в последнем году своей жизни, в 1898, и передал ее в музей. Венок, значит, он более ранний, это 1887 год. Это был год, когда вся литературная общественность отмечала 50-летие литературной деятельности поэта. Будучи еще далеко, так сказать, не старым, повредил ногу. В колени. И как-то было такое тяжелое время в его жизни, когда, значит, уходила из жизни первая супруга, ему было не до себя. То есть он вовремя не обратил внимания, и, как вспоминают, он буквально в эти дни после этой травмы ползал, значит, по квартире, но ему было не в досуг. И, видимо, там произошли какие-то необратимые изменения, поскольку впоследствии он всю жизнь вынужден был пользоваться костылями или ходил иногда там с костылем и тросточкой. И вот те костыли, что находятся в нашем музее, были подарены ему, его очень близким другом, Иван Сергеевичем Тургеневым. Внук по линии его старшего сына Александра, значит, Алексей Александрович, собрал в середине 60-х годов материалы о том, значит, какие из произведений Полонского были положены на музыку, и составил такой реестр композиторов, которые обращались к творчеству Полонского, и, значит, писали романсы и другие произведения. Вот в этом списке более 50 имен. Кроме прочего, в фондах Кремля хранятся оригиналы писем Якова Петровича. Здесь же, на территории музея, могила поэта. Ежедневно многие из нас минуют улицу Полонского. Она расположена в центре города и берет свое начало от художественного музея имени Пожалостина, когда-то здания мужской гимназии. Как вы понимаете, эту улочку назвали именем поэта не случайно. С этим зданием, зданием художественного музея, связана судьба поэта. Первое признание его как поэта совершилось в актовом зале новой гимназии, как пишет Яков Петрович в своих воспоминаниях. Сам Яков Петрович Полонский был одаренный художник. По результату творческой деятельности оценивают несколько десятков замечательных рисунков, живописные работы, в том числе последний прижизненный портрет друга поэта, знаменитого писателя Ивана Сергеевича Тургенева. Вся жизнь Якова Петровича Полонского была особым творческим поиском. Еще находясь в ранние годы службы на Кавказе, он сделал очень много пейзажных рисунков и живописных работ. Затем он прошел обучение в Европе, и любовь к изобразительному искусству наполнила его жизнь особой радостью. Когда мы рассказываем о поэте Полонском в залах музея, мы предлагаем учащейся молодежи еще раз посмотреть экспозицию русского искусства XIX века. Вспоминая несправедливо забытого классика, мы прикасаемся к страницам нашей истории, к той культурной среде, в которой формируется народное самосознание. Именно среда, окружающая человека, есть один из важнейших факторов, формирующих его как личность. Внутренние и внешние аспекты, влияющие на формирование речи человека с самого детства. Сейчас изучают новая наука. Ее называют психолингвистикой. Вопросы этнолингвистического, этноисторического мышления – тема отдельного разговора. Но отметим, преуменьшать значение окружающего мира на то, как владеет речью человек, никак нельзя. Мы должны заботиться о том, чтобы и среда, в которой мы живем, она тоже была чистой. Но если мы посмотрим на те вывески, на те растяжки, которые в городе в нашем есть, мы увидим, что здесь много того, что в свое время еще Гоголь высмеивал. И Грибоедов, смешение французского с Нижегородским. А сейчас мы можем говорить о том, что смешение Рязанского с американским, с американизмами, англицизмами. Защитить речевую среду города. Почему? Что такое речевая среда? Это одно из ключевых понятий в методике преподавания русского языка. Писатели, поэты, философы и критики. В творчестве большинства классиков можно встретить рассуждения о русском языке. Без поэзии вообще не обойтись. С каждой звездою и стучью, с громом готовым упасть, чувствую самую жгучую, самую кровную связь. Вот огромная связь через язык осуществляется. Или Пётр Вяземский. Это же всегда было у всех в нашей русской поэзии. Что такое язык? Язык есть исповедь народа. В нём слышится его природа, его душа и быт родной. Вот мы все должны объединиться для того, чтобы сохранять чистоту, исконную чистоту, как храним мы родники лесные. Иван Сергеевич Тургенев, лучший друг Якова Петровича Полонского, не раз выражал трепетную любовь к родной речи. Ещё со школьной скамьи все мы помним миниатюру о великом и могучем русском языке. Между тем, призыв сохранить, сберечь свой язык не случайен. Ольга Алексеевна Скрябина рассказала о тех негативных тенденциях, которые наблюдаются в последнее время в жизни русского языка. Если оценивать современные состояния культуры, литературы, языка, то можно говорить о том, что, как констатируют лингвисты, Виктор Владимирович Колесов и многие другие, говорят о том, что значительно сократилось число носителей языкового культурного стандарта. В массовом сознании происходит смена нормативной и литературной основы, переход от авторитета письменной речи к устной публичной. И далее. И самое страшное, что происходит. Действительно, человек отчуждается, от родного языка. Что происходит? Оторжение от языка. Восприятие родного языка как чужеродного явления, что, безусловно, свидетельствует о духовном кризисе. До уроки русского языка мы должны создавать искусственную речевую среду с богатейшим развивающим потенциалом. Потому что вот все богатство языка заключается не в учебнике русского языка. И не случайно Светлана Ивановна Львова назвала свои книги очень полезные для учителей за страницами школьного учебника. Потому что за страницами школьного учебника тексты, прекрасные тексты, русская литература в первую очередь. В таких условиях особенно сложной и ответственной становится задача школьных учителей показать, наставить, раскрыть потенциал учеников. Учитель – это ключевая фигура. Ключевая фигура. Сам образ учителя, масштаб его личности способен воспитать человека. И знание самого учителя, вот его предметная компетенция, его образованность, его интеллигентность, его образ в целом учителя – это то, что больше всего может остаться в памяти ученика и стимулирует его к познанию предмета. Я знаю, что есть у нас замечательные учителя, которые именно так и работают. Вот я могу назвать Наталью Алексеевну Луисенко из 69-й школы, Елену Викторовну Орлову из 51-й школы, Любовью Васильевну Комиссарову из 11-й школы. Я очень жалею, что недавно с ними знакома, потому что, когда я провела своих студентов к этим учителям, они ушли в восхищение. И я сама тоже, потому что это не работа учительская, это служение. В самом начале программы я упомянула слова Константина Паустовского, который сравнил русское слово с драгоценными камнями. В завершение вспомни Николая Васильевича Гоголя, писавшего «Дивишься драгоценности нашего языка, что ни звук, то подарок, все зернисто, крупно, как сам жемчуг, и право названия еще драгоценнее самой вещи. Распоряжайтесь кладами родного языка с любовью». С вами была Марина Комиссарова. С вами была Марина Комиссарова.